Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл традиционный приём граждан. Земляки обратились к главе региона с просьбой помочь по самым разным вопросам, начиная от ремонта крыши одного из ДК и заканчивая книгой издания. Подробности в нашем материале. Александр Степанов – звукорежиссёр из Аплитовского культурно-досугового центра «Надежда» в Конаковском районе. Он отмечает, что учреждение играет большую роль, причём не только для их посёлка. Люди ходят к нам на наши мероприятия, на концерты, и даже приезжают в соседних деревень, посёлков. И как бы очень много у нас там коллективов. Правда, учреждение располагается в здании 1953 года постройки. Капитального ремонта требует как минимум крыша, на что требуется 10,5 миллионов рублей. Губернатор заверил, что вопрос будет решён. Деньги у нас есть на этот проект, он был выделен. Поэтому очень важно, кто будет подрядчиком, важно найти правильного подрядчика. В посёлке Овсища Вашневолодского городского округа проживает более 260 человек. Есть и школа, в которой давно мечтают о современной спортивной площадке. Тем более, что летом подростков и молодёжи становится заметно больше. Школьников, если взять, то у нас 30 человек в школе. А если вот летом, когда приезжают наши внуки, детей очень много. Глава региона отметил, что знает об этой проблеме. Новая площадка уже планируется. На ней установят 9 различных тренажёров, спортивное оборудование, карусели, игровой комплекс, песочный дворик, избушку Баба-Яги и качели. Общая стоимость комплекса свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. Мы внесли бюджет с дополнительными деньгами на программу поддержки местных инициатив, собственно, по которой площадка вывегалась. Деньги нам подтвердили. Теперь всё у нас официально. Мы вам эти денежки выделим. Это дополнительные проекты. Я надеюсь, что нас пригласите в августе посмотреть на эту площадку. К голове региона в этот день обратился и детский писатель Гайда Лаксдень. Она попросила оказать поддержку в издании своих новых книг. Игорь Рюденья подчеркнул важность детской литературы для воспитания подрастающего поколения. Мы выделим деньги. Мы это сделаем очень быстро. И мы издадим эти азбуки все. Только, может быть, сделать небольшую книгу, а каждый азбук отдельно сделать, как наборчик такой. Это лучший подарок для сегодня, для любых, в моём понимании, гостей. Это очень хороший подарок многодетным семьям. Губернатор поставил задачу издать тираж уже к началу нового учебного года. Причём все отпечатанные издания будут переданы в школьные библиотеки и детские сады Верхневолжья.